По исследованиям Всемирной Организации Здравоохранения, каждая шестая девочка в Латвии вынуждена пропускать учебу из-за того, что у нее нет доступа к гигиеническим средствам. Можем ли мы, как общество, решить эту проблему? Инициатива, которая вызывает решить эту проблему доступности гигиенических средств для девочек и женщин, набрала более 10 тысяч подписей и сейчас будет сегодня передана в СЭИМ. Вот об этой инициативе, ценностях и механизмах, которые стоят за этой инициативой, мы поговорим с председательницей правления сети сотрудничества женских и государственных организаций Инна Таиллита вместе с нами в этой студии. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, сначала о проблеме. Вот эта каждая шестая девушка-девочка в Латвии вынуждена пропускать учебу, звучит довольно... довольно ужасно, тревожно. В чем это выражается? Откуда эти данные? Как их собирают? Данные собирают опросами и исследованиями. И надо сказать, что в Латвии мы с нами связались уже после опубликования этой инициативы и студентки Рижского университета Страдыньша и группа инициативы школьниц, которые тоже сами собирали данные по Латвии даже, и мы их будем рады представить парламенту. Мы можем сказать, что из нашей инициативы даже вот сейчас уже такая формируется неформальная коалиция разного возраста девушек и женщин, чтобы решить проблему. А ведь проблема, знаете, каждая, я думаю, слушательница может в своей памяти найти такую ситуацию, когда месячные начались раньше или сильнее. И вот я сейчас говорю, и мне нелегко говорить, потому что эта тема была табу, это как бы... Безусловно. Много десятилетий мы вообще об этом не говорили, да, и очень часто, ну, как бы люди постарше, ну, как мы-то прожили как-то, да, а как, почему сейчас не могут. Но надо сказать, что средства ежемесячной гигиены являются достаточно серьезной частью сумельного бюджета, и есть семьи, где невозможно девушкам купить, и невозможно в школах создать такую пока ситуацию без помощи, чтобы можно было эти средства дискретно просто взять, когда они необходимы. И вот о ценностях я, конечно, хотела сказать, что есть страны в мире, которые уже эту проблему решили, например... Давайте сейчас про страны поговорим, про положительные примеры. То есть я правильно понимаю, что то, что раньше относилось к разряду таких неприличных тем, ситуация должна измениться, если она еще не изменилась. И в данном случае мы говорим о довольно значительном экономическом ударе по тем или иным семьям, для которых доступность гигиенических средств для девочек, женщин в семье оказывается проблема. Велико ли такое количество семей в Латвии? Ну, да, мы можем сказать, что, например, те от Министерства благосостояния, кофинансированные Европейским Союзом, средства гигиены, так же, как и... продовольственные товары, да, измениться, которые получают в Латвии 80 тысяч семей и 30 тысяч украинских беженцев. И если в этих пакетах гигиены и порошок, и шампунь, и мыло, почему мы не можем подумать один шаг дальше и увидеть ту проблему, с которой встречаются только женщины, измениться, и которые являются, ну, достаточно серьезным... То есть гигиенические средства там должны быть по умолчанию, а их там по умолчанию нет или есть в каком-то количестве? Нет, нет, есть положительный пример. Например, Министерство внутренних дел, когда они встречают сыскателей убежища в Латвии, тогда их возможностях, вот, измениться, дать пакет и мужчинам, и женщинам, где вот есть все, что мужчинам, да, например, вот тоже станок для бритья у мужчин мужской, у женщин есть женский, да, меньше, но есть вот эти два пакета, да, прокладок, и беженцы вот из этих стран не должны страдать, потому что они женщины. Ну, я так понимаю, что это вопрос государственных закупок, то есть МВД предоставляет в своих пакетах по умолчанию, в том числе и некоторое количество гигиенических средств для женщин, а получается, что Министерства благосостояния нет, так? Нет, хотя, вот, например, в сотрудничестве с теми социальными службами и неправительственными организациями, которые во всей Латвии доставляют вот эти, эту помощь, да, например, памперсы для детей, можно получить вот того размера, который необходим. То есть и пакеты мы могли и того размера, и такие закупить. И также, когда у нас была дискуссия вот об этих вопросах в парламенте, тогда Министерство благосостояния тоже отметило, что когда мы закупаем большими партиями, то вот эти средства на несколько раз дешевле обходятся. Вот. И здесь вопрос не в деньгах, я думаю, здесь вопрос в ценностях, что если мы одинаково ценим мужчин и женщин, то мы не должны дискриминировать женщин. Мы должны увидеть их нужды. Я совершенно согласен с вами, но вместе с тем про деньги тоже важно поговорить. Прежде всего расскажите, пожалуйста, как эта проблема может быть решена. Скажите, поделитесь обобщенным опытом, положительным опытом других стран. Да. Этот вопрос можно решить, например, уменьшив налог добавочной стоимости. Например, в Великобритании сейчас, в Ирландии сейчас налог на гигиенические женские товары является нулевым. Уменьшенные налоги на эти продукты и в Германии, и в Нидерландах, и в Австрии бесплатно в школах. И те женщины, которые в этом, и девочки, которые нуждаются в этих продуктах, получают их в Новой Зеландии и в Шотландии, в Европе, совсем недалеко от нас. И может быть, это даже показательно, что вот такие важные вопросы, ведь в Латвии 54% жителей женщины, что эти вопросы в первую очередь политически озвучили премьеры женщины. Ну, и к тому же в латвийской политике очень много женщин представлено. А как это технически работает в упомянутых странах? Практика очень разная. Практика очень разная. И то, что мы видим сейчас в Латвии, что и в группах, в которых мы дискутировали, и со школьницами, и с учителями, и с мамами школьниц, что самое, конечно, лучшее было бы, если в женских, в туалетах девочек были бы не какие-то дорогие там ящики, но просто простой ящик, откуда можно взять необходимые продукты. И вот вопрос по тем, которые нуждаются в виду того, что их семьи сейчас в таком экономическом плохом положении. Здесь мы, конечно, видим, что здесь закупка, вот здесь доставка как раз месячная, чтобы создать комфорт тоже всем женщинам и девочкам, которые нуждаются, включая наших украинских. То есть я правильно понимаю, что в Шотландии, в некоторых других странах, где пришла эта проблема, девушка заходит в уборную, и там, соответственно, она может получить в шкафчике там доступные гигиенические средства, которые ей могут быть необходимы совершенно бесплатно. Может быть, комбинированные ситуации, например. Даже в таких странах, где вот мы хотим равняться, конечно, с северной страной, то вы зайдете и в Швеции, и вы зайдете в Финляндии, будь то нормальное государственное учреждение или муниципальное, или вы зайдете в клуб по танцам, в туалет, и там будет. И, конечно, я хочу сказать, что когда мы разговаривали о том, как это может быть, сколько это будет стоить, то мы, конечно, говорили о том, что мы должны тоже по согласию все понять, что это тем, которым это необходимо, что вот эти средства не используются для других каких-то целей. Вы имеете в виду, что это не только в школах, в образовательных учреждениях, но и в общественных местах. Напоминаю нашим слушателям о том, что вместе с нами председательница правления сети сотрудничества женских негосударственных организаций Инната и Эллайта. Напомню, что инициатива сегодня будет передана в Сэйм, она набрала более 10 тысяч подписей о том, чтобы были доступны гигиенические средства для женщин, прежде всего в учебных заведениях, так как каждая шестая девочка вынуждена пропускает, или пропускала, пропускает учебу из-за недоступности вот такого рода гигиенических средств по результатам исследования Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжаем наш разговор. Итак, а что в данном случае эта инициатива преследует в качестве механизма? С точки зрения ценности, понятно. Женщины в данном случае должны иметь доступ к гигиеническим средствам вне зависимости от уровня своего достатка. А сколько это может стоить? И каким образом? Есть ли какие-то расчеты? Вот вы упомянули про НДС, снижение НДС на гигиенические товары. Я так понимаю, что эта идея обсуждалась, но Министерство финансов против того, чтобы менять налоговую систему. Ну, Министерство финансов против любых изменений по поводу налогов. Ну, допустим, да. Да, но я хочу сказать, что механизм мы должны обговорить в парламенте. И тоже, я думаю, Министерство финансов нам поможет рассчитать достаточно быстро, потому что мы очень хорошо знаем, сколько у нас школьниц в школах, сколько у нас в профессиональных школах, сколько у нас детей занимается в клубах по интересам, в спортивных школах и даже в университетах, потому что, например, детальное изучение ситуации американскими учениками доказывает, что в колледжах еземесячно 14% девушек испытывают проблемы, как раз финансовые, чтобы купить эти продукты. И это очень серьезная проблема. И мы можем отнести вот эти данные тоже к Латвии, потому что не видим... Вы имеете в виду принципиальную разницу, да? То есть вам кажется, что эти данные, демонстрирующие ситуацию в США, они в данном случае вполне себе применимы и к латвийской ситуации? Да, совершенно так. Потому мы, конечно, хотели, чтобы эта политика распространялась на университеты. Вопрос тоже, что, зная, как серьезно каждое изменение в бюджете, во-первых, мы рады, мы очень рады тому, что нам не нужно было месяца, мы меньше, чем за две недели собрали эти подписи, потому что мы хотим, чтобы эта инициатива реализовалась хоть в какой-то мере уже в бюджете 2024 года, да? Потому что новые политические инициативы, да, должны быть поданы ответственным министерствам, министерствам финансов к концу июня каждого года, да? Да, и при этом, я так правильно понимаю, что расчеты еще предстоит совершить, но там будут, очевидно, некоторые бюджетные затраты. И какова судьба инициативы, как вам кажется? Вот сейчас понятно, что на еще не попало рассмотрение Сэйма сегодня это должно произойти, и расчеты еще также впереди, но в Сэйме-то в основном мужчины. Как вам кажется, какова судьба? Ваш прогноз? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы рады, что почти с парламент на парламент наши избиратели замечают женщин в списках, и у нас к радости нашей тоже есть очень молодые женщины в списках, которые, я надеюсь, нас очень поддержат. В целом, я думаю, что... Извините, 70 на 30, я вот искал статистику, у нас 70% мужчин, 30% женщин. Совершенно верно. Не мало, но как бы есть куда расти. Да, есть. Но я хочу сказать, что в Сэйме и врачи, например, которые знают проблему очень хорошо, в Сэйме люди, которые создавали услуги социальные, и в позиции, и в оппозиции. Я думаю, что этот вопрос не должен быть разделен между оппозицией и позицией. И что я надеюсь, что нам удастся вместе достичь решения. Я хочу тоже отметить, что 8 марта, когда вот эта инициатива началась, да, собирание подписей, мы написали также письмо нашему премьер-министру Кришанску Кареншу, и просили собрать тоже совет по демографии. Потому что есть несколько вопросов, включая вот этот вопрос, где, нам кажется, благосостояние женщин, желание их и готовность, их здоровье, да, должно быть в центре внимания, чтобы наше будущее поколение было больше, чтобы у нас рождалось больше детей, и чтобы в целом этот опыт воспитания и рождения детей был в Латвии самым приятным. Ну что ж, будем надеяться, что через год мы эту проблему решим, и такую установку делаем желаемую, да, потому что, ну, по большому счету, весь наш разговор сводится к тому, что при посещении уборной, да, по умолчанию мы там ожидаем увидеть мыло, средства дезинфекции, туалетную бумагу, и вот вы очень активно херкиваетесь и соглашаетесь. Да, совершенно верно. Ну и в частности, да, гигиенические средства для женщин. И тем семьям, малообеспеченным, которые получают помощь, тем тоже вот включен в этот пакет вот как раз те необходимые средства. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот разговор. Председательница управления сети сотрудничества женских и государственных организаций Инната Иллайта в этой студии вместе с нами была. Мы обсуждали идею о том, чтобы средства гигиены были доступны для женщин. Эта инициатива собрала более 10 тысяч подписей на портале Мана Балса. Сегодня будет передана в Сейм. Думская площадь. С добрым утром!